Есть очень много всяких теорий. Есть, конечно, и теория за мясоедство, есть вегетарианство, есть даже сыроедение, а есть даже такие экстремалы, которые солнцееды называются, которые вообще ничего не едят. Я думаю, что в каждой из этих теорий есть какие-то плюсы, какие-то минусы. Мы в нашей компании за то, чтобы везде во всем была гармония, сбалансированность. И если человек испытывает, его организм испытывает потребность в мясе, я думаю, нельзя себе отказывать, потому что наш организм на подсознательном уровне очень мудрый. И есть такие люди, у которых организм построен таким образом, что они могут вегетарианство себе позволить, либо сыроедение, и прекрасно доживают до долгих лет и хорошо себя чувствуют. А другие люди начинают переходить на вегетарианство, и у них здоровье сдает сбой, потому что их организм настроен не так. Я думаю, что во время беременности начинать такое нельзя. Если мама до беременности, например, несколько лет практиковала вегетарианство и чувствовала себя отлично, то тогда да. А вот если она решила такие экстремальные вещи проводить именно на своем ребенке, думаю, нет. Диета – это не разовая акция. Диета должна стать образом жизни, как мне кажется, потому что, когда мы приводим в норму свой организм, что-то там восстанавливается, а мы потом машем на него рукой и снова продолжаем употреблять вредные продукты в увеличенном количестве их есть. Не то, что нужно есть, не тогда, когда нужно есть. Все возвращается снова. Организм, получив стресс, в первую очередь, когда вы садитесь на диету, это стресс для организма, потому что он не получает того, что привык. А потом он как бы добирает, думает, а вдруг опять со мной такое проделают и в усиленном режиме работает. Метаболизм таким образом выстраивается, что мы полнеем еще больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова